Астана ЭВРТ. Его строительство много раз начинали, переносили, критиковали, отменяли и снова возобновляли. Сегодня узнаем, каким будет самый известный долгострой Кавахстана. Строительство планировали начать в июле 2011 и закончить за два с половиной года, но в итоге так и не начали. Потом планировали открыть к выставке ЭКСПО, но тоже не успели. ЭКСПО не будет работать, так надо полагать. Давай поработаем. Мало времени, конечно. Не успеем? Не успеем. Потому что тянулись только. Спустя шесть лет простоя президент Касымжум Артакаев призвал отменить проект. Из обычного инфраструктурного проекта он превратился в серьезную проблему, которая вредит репутации страны. Проект изначально был ошибочным, это надо признать. Причем проект с сильным запахом коррупции. Теперь нужно принять оптимальное решение, потому что простой снос означает потерю времени и денег. Глава государства призвал использовать опоры как общественное пространство. Но Аким города Алтай-Кургинов в августе 2022 решил возобновить проект. По первоначальному проекту ЛРТ должен был иметь две линии, одна из которых должна была идти от аэропорта до нового вокзала, а вторая до старого вокзала. Позже число станций на первой линии сократили с 18 до 8. Я создал карту, интерактивную версию которой вы можете найти в шапке профиля, и нарисовал на ней все станции. Фиолетовым цветом обозначил станции, которые точно должны быть построены. Начнем. Первая станция – аэропорт Астаны имени Натшултана Назарбаева. Далее планируется расположение двух станций жилого массива «Пригородный», а затем проспекта Манделик-Ель. Следующая станция – проспект Кабамбай-Батыра. Она расположена на кольце, где соединяются проспект Туран, Кабамбай-Батыра и Каргалинское шоссе. По проспекту Кабамбай-Батыра располагаются три станции, которые точно должны быть построены. Это Хусейн Бентавал с выходом на новую мечеть, Мега с выходом на Экспо и Назарбаев университет. Далее идут станции проспекту Выдала и Ботанический сад. Затем улица Алматы и улица Сыганак. Первая ветка поворачивает на улице Сыганак и здесь расположена станция Абудаби-Плаза – одна из основных станций нового метро. Затем может идти станция Центральный концертный зал «Кавахстан» и две станции на проспекте Теуэль-Саздек с выходом на Национальный музей. Далее идут две станции, которые могут быть пока не построены. Они расположены в районе, который только сейчас начал застраиваться. Названия улиц тоже пока нет. Ветка заканчивается на новом вокзале Астана-Нурлыжоу. Интервал движения между поездами должен составлять 15 минут. Теперь давайте посмотрим на вторую ветку, которая должна идти до старого вокзала. Она должна начинаться от Абудаби-Плаза, идти через Ханшатыр, далее Центральный парк и затем по проспекту Республики. Вероятнее всего будет остановка около Акимата города, на проспекте Бангимбай-Батыра и затем на проспекте Женес. Вторая ветка должна закончиться на вокзале Астана-1. Сроки ее строительства неизвестны, в первую очередь хотят закончить к концу 2024 года. Продолжение следует... Продолжение следует...